Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно меня просили рассказать, в чем отличие брокерского счета от банковского счета. На самом деле этих отличий очень много, они кардинальные. И даже не знаю, с чего начать. Дело в том, что банковский счет – это просто счет, на котором вы кладете деньги. И вам говорят, что на эти деньги процент не будет начислен, вы можете им пользоваться и так далее. Чем отличается брокерский счет? Да, еще банковские счета, банки такие говорят, а теперь мы сделали счет мультивалютным. Вы можете выбирать, в какой валюте будет счет. Вы можете, значит, там быстренько сделать его долларовым или евровым, а потом снова рублевым. Но брокерский счет – это целая система счетов. И брокерский счет привязан, ну, это просто вот ваш вход на биржу. Дело в том, что биржа состоит из нескольких секций. И это валютная секция, фондовый рынок и срочный рынок. Поэтому брокерский счет – это уже сразу три счета. Срочный, фондовый и валютный. И каждый из этих трех счетов, он отличается немножечко. Есть нюансы. Ну, давайте самого простого с валютного. На валютном счете у вас могут быть не только рубли, но и одновременно. Доллары, евро, фунты, гонконгские доллары. По-моему, там швейцарские франки еще могут быть. И английские фунты, насколько я помню. Причем все это одновременно. Вы можете одновременно, там, скажем, тысячу долларов иметь, там, 2000 евро, так сказать, там, 60 тысяч рублей и сколько-то еще швейцарских франков. Все это одновременно, пожалуйста, у вас будет на счете. Следующий, как бы, раздел – это фондовый рынок. А на фондовом рынке вы также можете иметь и рубли, и доллары, и евро. И на фондовом рынке у вас могут быть на счете зарегистрировано огромное количество различных ценных бумаг, акций и облигаций. И облигации дают, ну, там, какой-то рост, купонный доход. Купонный доход также начисляется на брокерский счет. И купонный доход вы просто берете и выбираете тот инструмент, который даст вам наибольшую доходность. И просто на ОФЗ доходность уже намного выше, чем на банковском счете. Поэтому я просто не понимаю, зачем иметь банковские счета. Банковский счет, ну, он не предназначен для хранения денег. Просто, ну, ОФЗ дает, там, ну, 6-7% доходности сразу. А банки это дают, там, прямо, такое выгодное предложение. Ну, что вы, ребята. Ну, корпоративные облигации дают, там, 13-14% годовых. Можно найти облигации совершенно спокойно. Вот. Я предлагаю людям открыть счета, как модельный портфель. И там даются рекомендации, какие акции купить, какие продать. То есть специалисты определяют, какие акции должны вырасти, а какие, ну, там, не должны вырасти, какие пора продать. И вам приходит смс, вы говорите, да, давайте сделаем так. И вот по итогам прошлых лет, там, 30, там, 20-30% годовых давалось на, вот, за счет роста или падения акций. Это фондовый рынок. Ну, а срочный рынок для тех, кто хочет заняться трейдингом, там, прибыли могут быть, там, 5-10% в день, не в год, в день. Вот. Но там риски также огромные, потому что здесь уже вы сами принимаете решение, что купить, что продать. И это все происходит очень быстро. Вы можете за день покупать, продавать бешеное количество совершенно ценных бумаг. Ну, например, нефть, тот же доллар, купил-продал, купил-продал, он же скачет в течение дня. Вот. Золото, фьючерс на золото можно купить, и фьючерсы на самые-самые надежные акции вы также можете купить на срочном рынке. То есть, смотрите, получается, что брокерский счет – это целая система счетов, там их несколько, там штук 5. И он по умолчанию мультивалютный. Он по умолчанию дает сразу выше прибыль, потому что, ну, за счет просто облигаций, например. То есть, если вы хотите просто положить и забыть. Вот. Или тот же самый модельный портфель. Если вы хотите заниматься трейдингом, пожалуйста, срочный рынок. Если вы хотите в валюте держать деньги, просто берете, покупаете валюту по очень выгодному курсу, выгоднее даже, чем ЦБ. Вот. И совершенно спокойно вы держите. Хоть швейцарские франки, хоть фунты, там все, что хотите. Вот. И там же вы можете продать. Завести деньги на брокерский счет можно только банковским переводом. То есть, вот для этого банки и нужны. Для этого я их использую, потому что я могу завести деньги на счет банковским переводом и вывести их со счета. И все это делается через интернет. Вот смотрите, сейчас я нахожусь за границей. И деньги мои там работают на брокерском счете. Они лежат. И когда мне нужно будет вот, ну, то есть, как бы взять какое-то количество денег, я просто захожу в интернет и могу совершенно спокойно с брокерского счета перевести на свою карточку. И все, собственно говоря. То есть, для этого нужен только интернет. А, вот еще. Про защиту. Смотрите. Брокерский счет защищен намного серьезнее, чем банковский счет. Вот еще одно достоинство. Банковские счета иногда, ну, вы знаете, там могут взломать, там снять деньги со счета, кто-то там перевести куда-то. Так бывает. Вот. Что с брокерским счетом? А вот с брокерским счетом это практически невозможно. Даже если кто-то узнает логин и пароль вашего брокерского счета, то деньги снять он не сможет с этого счета. Почему? Потому что деньги вывести с брокерского счета можно только на личный банковский счет того человека, которому принадлежит брокерский счет. То есть, с моего брокерского счета деньги можно вывести только на мой банковский счет. Больше никуда. То есть, даже если кто-то взломает, так сказать, там мой логин, пароль, то он сможет перевести деньги только мне. Фиксируется место, откуда я захожу в интернет. Я бы сказал, компьютер фиксируется. И если брокер обнаруживает, что с другого устройства осуществляется вход, то там дополнительная проверка происходит. Подтвердите смс-ом и так далее, и так далее. То есть, еще и телефон нужен. То есть, здесь защита намного-намного серьезнее. А когда я торгую на бирже, биржевой терминал просто жестко привязан к моему компьютеру. Когда я устанавливаю терминал, я сообщаю MAC-адрес своего компьютера. С другого компьютера на мой брокерский счет просто невозможно зайти, чтобы торговать. Вот такая система, во-первых, защиты, а во-вторых, такое отличие. Почему такие отличия, такие серьезные отличия, и почему брокерский счет так надежнее защищен? Ну, друзья мои, потому что на банковском счете, ну, хранятся деньги не такие большие, как правило. А люди, которые состоятельные, которые имеют огромные деньги, они хранят деньги как раз на брокерском счете. И поэтому брокерский счет должен быть, ну, намного надежней и намного интереснее. И, ну, как всегда, деньги идут к деньгам, то есть богатые люди хранят деньги там, где деньги приносят дополнительный доход, там, где выгодней, а бедные люди хранят деньги там, где выгодней богатым. Собственно говоря, вот так. Ну, я надеюсь, что я ответил на вопрос. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале, будет много-много всего интересного. Спасибо.